Дорогие соотечественники, во все времена было принято, что люди мотивируются, либо желанием власти. Либо желанием респекта, уважения, почитания. Либо деньгами и другими материальными ценностями. В дальнейшем пришли к выводу, что экономика правит политикой. Чудны дела твои, Господи. Однако в последнее время мы наблюдаем какой-то странный реверс. Когда именно политика диктует экономики. То есть мы сейчас будем говорить с вами о вне экономических, политических и других методах принуждения. Когда страны закупают невыгодные себе товары по невыгодным ценам. Когда они делают все для того, чтобы лишиться своих традиционных рынков сбыта. И многое, многое другого. Для того, чтобы разобраться в этом новом феномене экономического непринуждения, разного рода санкций, отказов и тому подобное, мы пригласили в студию нашего давнешнего знакомого, экономиста, человека, который сейчас вошел в большую политику и хорошо понимает, о чем говорит. Я имею ввиду Владимира, чуть не искал, ты догадываешься от кого. Владимира Головатюка. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вот возникает такой вопрос. Что это за новый феномен? Почему Польша, например, ни с того не закупает жиженый газ, который как минимум раза в полтора дороже, чем газ из трубы? Или почему вдруг наши власти делают все, чтобы потерять не только свой рынок труда для гастарбайтеров, но и вообще рынки сбыта? Что происходит? Это что за странная логика такая? Это что за новомодные тенденции в мировой экономике и в нашей национальной? Это что такое? Ну, я бы не сказал, что это новое явление, человек, группы людей, целые государства или даже блоки государства, они, как правило, руководствуются экономической целесообразностью расширения влияния. Для чего расширяют влияние? Опять же, для экономической выгоды. Как дипломат могу подтвердить. Нам всегда вдалбливалось всеми учебниками, всеми историческими памятниками. Задача дипломата обеспечить свое присутствие на чужих рынках. Продвижение... Любым способом. Продвижение своего имиджа. Продвижение товара. Продвижение товара. Продвижение. То есть, прежде всего, экономический интерес. Да. А уже политика, дипломатия, политика на службе этого так всегда утверждалась. Все правильно. Что сейчас происходит? Это в общем и целом правильно. Это было, есть и, думаю, будет. Но вместе с тем, и в древние времена, не только этим руководствовались всегда люди или правители. Они порой руководствовались неэкономическими соображениями для того, чтобы потом получить максимум выгоды. То есть, на каком-то конкретном этапе государство или человек, они руководствуются, они идут на снижение. Даже на получение определенного экономического минуса. Вот, например, демпинг. Демпинговые цены. Хорошо, что Польша выиграла? От того, что она отказалась. Вы знаете... И прибегла к такому страну закупать. Черт и откуда привезенный сжиженный газ. Потом его надо разжижать. Это там тоже головомойка? Это плата за нахождение в этом блоке. Давай честно скажем. Это за счет польского народа? Да. Польские политиканы решают свои вопросы. Да, все правильно. Все правильно. Ведь экономически, объективно, мало что поменялось. Для того, чтобы что-то серьезно поменялось, нужны десятилетия. А здесь, берем несколько лет назад, другие были интересы. Что поменялось? Одно. Э-ЛИ-ТА. Интересы этих людей. И они ломают экономику, ломают интерес государства. А какой интерес государства? Это благосостояние своих граждан. Это устойчивое развитие. Сбалансированное развитие. А вот эти элиты, когда я учился, у нас на кафедре управления был один такой преподаватель, доцент, я не буду называть его фамилию. Он говорил, неправильно понятые интересы. Вы понимаете? Ну, это красиво, хитро. Так вот, здесь неправильно понятые интересы, вот, обозначенного вами государства Польша. То есть, интерес, якобы, нахождение в этом блоке государств. И за это надо платить. Вот они и платят. Вот они и принимают, и вооруженные силы, и базы, и танки. И покупают этот товар. Это плата за нахождение в этом. Это плата за собственную шкурную безопасность этих элит. Вот что получается. Да? Ну, где-то можно с этим согласиться. А иначе тебя снесут, дядечки, и посадят других. Виктор, я хочу напомнить, вот, ближе к нам. Давай. Вот, смотрите, сегодня у нас данные, вот, доля Евросоюза в молдавском экспорте. О. 66%. 65 с копейками. 66%. Но, в начале 90-х, это было порядка 70%. И это было нормально. Молдова или Молдавия тогдашняя, Молдавская Советская Социалистическая Республика, была неотъемлемым элементом единого народно-хозяйственного комплекса СССР. Естественно, все хозяйственные взаимосвязи были заточены с тем, что потом стало СНГ. Вот, развал Советского Союза. Мы в основном и работали на общесоюзный бывший рынок. В привычном режиме. Это было более 70%. У нас был импорт. Конечно, был импорт. Он и остался, он и сохранился. Вот. Но, мы стали независимым государством. И, естественно, то, что мы раньше получали из общесоюзных фондов, импорт, теперь мы получали напрямую. И доля прочих государств, будем говорить, Европейского Союза, она росла. Она росла. И в нулевые годы вполне экономически обоснованно. Доля Евросоюза превысила 40%. 43%. И это было очень долго. Фактически с 2000 по 2008 год. 43 Евросоюз, 46-47 СНГ. Вот это было нормальное, естественное состояние. Экономически обоснованное и понятное, внятное. И экономика как реагировала на это? Дуализм, паритет. 43 на 47. Нормально. Относительно высокие темпы экономического роста. Отличные объемы инвестиций, иностранных инвестиций. Нормально развивался экспорт. Позитивно развивались социальные вопросы, социальные сферы. У МВФ никто не был. Сокращался внешний долг и государственный, и правительство, и в целом страны. Итак, при власти, скажем, при правительстве, правлении, скажем так, по-честному, Владимира Николаевича Воронина, был относительный приоритет. С точки зрения внешних приоритетов. Мы видели бандитов прижали, вот как народ говорит. Видели, что был какой-то рост, бизнес имел какие-то интересы. Да, да. Было много положительного. Я немножко о другом. Я о чем говорю? Дадон в то время, мы знаем, что он участвовал вместе с гречаной. Да. И в этом процессе было много позитивного. Игорь Николаевич появился вот в структуре государственного управления в апреле 2005 года. Да. В качестве замминистра экономики. И много полезного сделал на этом посту. Ну, он был до сентября. До сентября 2006 года. В сентябре 2006 года он стал министром. Ну, я опять же не об этом. Я говорю о том, что было экономически обосновано естественное развитие вот этой структуры молдавского экспорта, географической структуры. Что же потом произошло? В 2009 году к власти пришли так называемые проевропейские силы. И началось. Доля СНГ сокращается, доля Евросоюза растет. Было 43, потом 48, потом 51, потом 54. В 2014 году подписываем соглашение об ассоциации. Стоп, статистика. Потому что я специалист масс-статистики, а ты экономической статистики. Мы оба прекрасно знаем, что такое статистика. Понимаешь, как говорят? Ну, да. Есть ложь, наглая ложь, и есть статистика. То есть, эта доля не говорила о том, что в абсолютном отношении шел рост. Рошло, что деградация происходила. Причем, деградация со стороны торговли и взаимоотношений экономических с СНГ падала гораздо быстрее, чем поднималась западная. Виктор, мы можем запутать наших уважаемых телезрителей. Я хочу, чтобы идея и линия была достаточно четкой. Баланс был нарушен. В 2008-го года включительно было естественно, естественный ход событий. Естественно, сокращение доли СНГ с 70% до 46-48. Естественное увеличение доли Евросоюза с 20% до 43. Это нормальный был ход. Еще раз, мы говорим о доле. А доля от чего? Росли от общего экспорта. А в общий экспорт? Но росли и объемы. Но это был естественный ход. В 2009 году ситуация поменялась. Начали ломать экономику. И вот то, о чем мы начали во главу угла, стали приниматься не экономические соображения, а уже политической целесообразности. Политической солидарности. И конъюнктуры. Конечно, но не экономической конъюнктуры, а политической конъюнктуры. Вот я на этом примере хотел показать. И экономика как отреагировала? Кратным сокращением темпов роста экономики, кратным сокращением инвестиций, кратным сокращением реальной заработной платы, роста. Понимаете? Если тогда был рост 4% ежегодно, минимум реальных доходов населения, то потом он ноль. Мы говорим о нулевых годах. Нет, мы уже говорим после 9-го года. Мы говорим в сравнении с нулевыми годами. В сравнении с тем периодом, когда у нас был естественный ход. Володя, я ты мне сейчас телезрителей говорю. Все мы помним, как при блистательном правлении правительства, с Турзо и до него эти красавчики. Но это был в 8-й год, 9-й. Мы помним, калошами выдавались зарплаты. Мы помним, что творили. Телефонными звонками, дверными звонками. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, вот этот тот самый рост, более-менее сбалансированный, он относится к нулевым годам. Именно тогда, когда правление было не в руках у западников или там у каких-то антирусофобов и так далее. Когда было нормальное руководство и когда нормально учитывались. Потому что многие из социалистов пришли с тех времен и они были в руководстве, в правительстве и этот опыт не был забыт. Я хочу еще раз подчеркнуть, чтобы у наших телезрителей сложилось правильное представление. Тогда руководство страны исходило из экономических интересов, из экономической целесообразности. Помните, мы с вами... А не политической конъюнктуры. А не политической псевдо. Конъюнктуры. Назовем слово это. Конъюнктура. Конъюнктура. Ибо мы прекрасно понимаем соотношение между экономикой и политикой. Когда между ними есть согласие, тогда экономический рост, тогда увеличение благосостояния, тогда рост доходов и снижение бедности. Когда между ними нет согласования, когда политика идет вразрез с требованиями экономики, тогда экономика отвечает адекватно. Сокращением темпов роста, сокращением благосостояния, ростом бедности. Все то, что происходит сейчас. Мы убираем эти пики, там плюс, минус. Это все детали. Но тенденции, вот если выложить сейчас на график линии и сделать тренды, то просто восьмой, нулевой, восьмой год идет рост, девятый, семнадцатый идет падение. По всем тренды. Есть этапы роста, я не спорю, но тренд нисходящий, понижение всего того, что экономического роста, инвестиций, зарплаты, реальных доходов населения, а растет бедность, растут долги, государственный, внешний, внутренний государственный долг. И нам говорят, ну это вот это кража века. Да при чем здесь кража века? Это очень важно, но кража века как раз и демонстрирует это. Мало того, это кража века очень хорошо и ярко показывает последствия, когда политика начинает торгаться в экономику. Ведь посмотри, вот сегодня я смотрел данные рейтинги Молдовы как раз, когда была кража. Супер. Первые места в восточном партнере были лидеры. Да, все классно, все хорошо. Именно в это время? И только в 15-м году в мае месяце Европейский банк, Европейский союз, Мировой банк в юнии говорят, стоп, ребята, так не пойдет. У вас такие вещи происходят, наши налогоплательщики не поймут. И тогда было заморожено финансирование Молдовы, считай, с 15-го года, это практически до президентских выборов. За неделю до президентских выборов, опять же, по критерию не экономической целесообразности, а политической валютный фонд счел возможным подписать соглашение, программу новую, деньги дают. Вернулись и Европейский союз, и Европейский банк, и Мировой банк. Они начали активно поддерживать. Вопреки собственной логике, по которой они когда-то, естественно, отказали. Вопреки критериям, которые они же сформулировали. Ведь что изменилось? Если подойти дотошно, вот что было, вы тогда отказались. Вот что есть. То же самое. С какой стати? Но вы даете добро. С какой стати вопрос? Опять же, политика. Политическая целесообразность. Вот. И конец. Взаимосвязь между экономикой, политикой, экономическим, внеэкономическим, она очень сложная. Все зависит от людей. Тот же, извиняюсь, за ссылку. Владимир Ильич Ленин говорил, что политика не может не иметь первенства над экономикой. Особенно в переходные периоды. Конечно. Правильно. Потому что, опять же, Энгельс в его, я считаю, классной работе Людвиг Фейербах «Конец классической немецкой философии». Он писал, люди сами творят свою историю, но творят они ее следующим образом. Каждый человек преследует собственные, сознательно поставленные цели. Людей много, целей много. В результате одно равнодействующее историческое событие, которое не соответствует цели каждого человека, что вроде случайность, но то, что на поверхности явлений выступает как случайность, есть проявление необходимости. То есть мы сейчас с тобой говорили о том, что то, что сейчас происходит, вот эти внеэкономические и прочее, это результат некой внеэкономической сейчас в данный момент конъюнктуры, скажем так. Можно назвать целесообразно. Для кого целесообразно? Для элит. Что, для народа? Ни в коем случае. Поэтому, когда что-то происходит в этом мире, это есть всегда результат равноденствующим. Если масса не понимает, что ее имеет элита, говорю по-народному, грубо, и продолжает тупо голосовать за эту элиту, которая ее же имеет, то масса имеет то, что она имеет. Поэтому, когда говорят, не надо идти на выборы, за кого не голосуй, одно и то же, нет, милые мои, так не получится. Или народ идет и голосует, и реализует свои права, или если он из этого процесса выходит, то он будет иметь то, что он будет иметь. Все правильно. Я хотел бы сказать, что экономическая, да не только экономическая, социологическая наука, она же очень разная. И с разной концепцией, школы и так далее. Ведь то, что они делают, они, я их так называю, они, естественно, базируются на какой-то концепции. И это, возможно, даст результат. Но когда? Через 20 лет? И помните слова из одной песни? Обещанием я не верю и не буду верить впредь. Обещанием верить смысла больше нет. Там про 20 лет было. Если с нами что-то будет через 20 лет, то есть нам сейчас нужно не через 20 лет иметь какой-то результат, какой-то, еще неизвестно какой, а сейчас нам нужно остановить падение, которое мы совершаем. Помнишь, как Высоцкий сейчас как раз годовщина, знаешь, как он пел? Обещание я ей, да вот, радовал, я сморкался и плакал в кашне. А она мне сказала, я верю вам, я дамся по сходной цене. Ну вот и отдаются. Ну вот так оно и происходит. А Высоцкий мудрый был человек. Ну, мудрость народная. А он ее и выражал. Конечно, конечно. Поэтому всегда нужно, опять же, в народе все четко, все правильно. ищи, кому это выгодно, ищи интересы всегда. К сожалению, плохо другое, что иногда народ отчаивается, говорит, да пошли вы все. Вот, вот, вот где корень его всех бед. Никогда нельзя отказываться от борьбы. За тебя никто ничего не сделает. Все правильно. И второй тогда возникает вопрос. Вот мы говорили сейчас вот этих корнях этих внеэкономических, чисто политических, конъюнктурных и прочих. можно ли говорить о том, что, ну, раз так, омо, оменис, лопус эст, человек, человеку, волки и многое такое другое, что властью не делится, богатствами не делится, каждый сам за себя и так далее. Не получается ли так, что отказавшись от этики, политической этики, экономической этики, то есть отказавшись от определенных вещей, которые не прописаны, ни в каких там законах, постановлениях. Мы знаем, законы могут быть лучше некуда. Если этика судей определенная, то жди, то будет то, что будет. Насколько на то, или на Западе вот мы смотрим, а что это этика, там, однополые браки, там, полная свобода, чего угодно, не кажется ли, что вот этот отказ от традиционной этики, от традиций народа, ведь народ очень морален по своей сути, вот поговорки, традиции, не кажется, что это является одной из причин того, что происходит сейчас в мире. Отказ людей от этических традиционных норм. не являетесь, ведь мы же знаем последние Нобелевские премии по экономике даны именно за экономику поведения. Мотивации. мотивации. Как, Владимир, из твоего жизненного опыта, опыта экономиста, разработчика различных проектов, продвижения, осуществления, что ты видишь, что говорит твой опыт и твое чутье? Значит, экономические законы действуют через действие, то есть осуществляются через действие людей, через поведение и так далее. Поэтому человек должен быть адекватным. А что значит адекватный человек? Это человек, который базируется на каких-то принципах. Принципы жизнедеятельности, они не меняются. Люди тысячу лет назад, две тысячи лет назад тоже что-то ели, они тоже как-то одевались, одежда была другая, пища была другая, но они, то есть основные принципы не убей и так далее и так далее, моральные, они были. Когда их вымывают, человек уже неадекватно поступает и тогда экономические законы не работают. То есть он теряет связь с реальностью. Так точно, так точно. Поэтому вот что такое закон? Проще говоря, это причинно-следственная связь между явлениями и процессами, существенная, постоянно повторяющая, и так далее. То есть при наступлении явления А обязательно наступает явление Б. Но это когда человек адекватно воспринимает. Яблоко подброшенное вверх падает в условиях земного протяжения. В космическом корабле не падает. Вот. Нарушается. А если яблоко железное там магнит подвесили? То есть мы говорим, что если человек адекватно воспринимает реальность, тогда он действует в соответствии с экономическими требованиями. Если он неадекватно, порог боли смещен, он неправильно поступает. Не по-человечески. он должен туда идти, а он идет сюда. Все. Понимаете, как? Сложно им управлять. Толпа. Люди из общества, из группы. А элиты потерявшие совесть тем более. Да, но поймите, может быть, это кому-то нужно. Чтобы люди теряли связь с реальностью. Радиции. Конечно. Тогда их легко ими манипулировать. Понимаете, конфетку, то, что мы с вами обсуждали полтора или два месяца назад, теория теней. Понимаете, вот им говорят, вот это оно, а это не оно. И люди идут за псевдо какими-то, за тенью. Им навязывают это. Они потеряли связь с реальностью. Они потеряли связь с самими. Я это хотел сказать с собой. Это очень важно. Человеческое общество, оно очень рационально. Оно просто. И логично. И логично. Все очень просто. Человек, помните, мы тоже как-то цитировали Энгельса в речи на могиле Маркса, что прежде, чем заниматься философией, наукой, культурой, человек должен есть, пить, одеваться. Крыша над логой. То есть естественные потребности. Конечно. Естественные потребности. Это является основой расслоения общества, деления на классы, на группы людей. Одни готовят, другие охраняют, третьи молятся, четвертые сказки составляют, пятые воспитывают детей. Это все естественно. Все предели и это естество. Из этого нельзя никак. Но когда оно отрывается от общежития человеческое, отрывается от этого естества, тогда начинается хаос вот здесь. Помнишь профессор Преображенский? Разруха начинается в головах. И тогда возникает такой вопрос. Казалось бы, как предполагали, когда создавался интернет. Люди получат доступ знаниям, это будет все только в позитиве, это все будет способствовать прогрессу. И тут мы обнаруживаем в последнее время сколько левых банковских всяких операций, сколько краж из банков со счетов людей. Мы видим, что интернет превращается в клаку. Я уже не говорю, какие там бредовые идеи разных тоталитарных сект, различных таких вообще человек ненавистнических. Помнишь Синий Никита, те дети, которые на суицид, на самоубийство. В общем, создается впечатление, что интернет, как технология коммуникации, есть инструмент. И ребята, какой бы вы не придумывали инструмент, вот это дело, совесть человека, традиция духовная, никакой интернет не заменит этого. Вот твое мнение, как специалиста по коммуникациям, как экономиста, как все правильно. происходит сейчас? То, что мы уже сформулировали, человека уводят от реальности. Что такое паутина, интернет? Это мировая паутина. есть дожгли, сейчас не нужны молитвенные дома, каждый сидя дома около интернета будет заниматься этим делом. А где общение людей? Оно заменяет, уходит в виртуальность, я не буду говорить, целые народы отказываются, извините, уважаемые телезрители, от секса, потому что все это им дает интернет, виртуальная жизнь. А откуда пошли все, не все проблемы? Фиктивное, фиктивный капитал, финансовый капитал. эффективные. Понимаете, опять же, то, что написал поэт, я не знаю, ну, скоро будет как два столетия, то есть, мой дядя самых честных правил, когда и так далее, но был глубокий эконом, то есть, умел судить о том, как государство богатеет, и что не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. То есть, это говорит, когда естество правит нами, когда естественные потребности лежат в основе жизнедеятельности, а не навязанные нам какие-то, не знаю кем. Вот что очень важно. Интернет, опять же, посмотрите, маркетологи, то есть, показывают хорошую картинку, все нормально, все очевидно, все просто, а что здесь плохого? Сегодня нет, и завтра нет, а послезавтра неизвестно, что произойдет, неизвестно, что нам привьют эти ребята. Конечно, через это вчера казавшееся классным видом. Восхитительным, блестительным. прекрасно. Ведь, что такое эффект 25 кадра? Сегодня хорошо. Вы понимаете, вот, ну, учили меня разным вещам. Чтобы удачно соврать, надо дать пять правдивой информации и одну маленькую неточность, скажем так. И все поменяется. Причем пять правдивых, которые легко увидеть. Это правда, это тоже правда, это тоже правда, это правда, слушай, а это, да, я где-то читал, что это правда, а это я не читал. Но если то правда, значит, и это правда. Вот это эффект, он очень хорошо используется. Показывают годами, все классно, все ждут даты какой-то N. И вот тогда вброс. Вчера была правда, год назад правда, значит, и это правда. И человек клюет. X и оно сработало. и сбой сносит крышу, и все, и человек уже твой. Делай с ним, что хочешь, выводи, он будет кричать, он будет крушить, все, все сработало. Ну, это такие апокалиптические какие-то рецепты. послушай, вот мы говорим апокалиптические, апокалиптические сценарии, а они очень реальные. Давай посмотрим, цветные революции прокатились по Африке, по Ближнему Востоке. Это не с Африкой, у нас. Сейчас мы и до нас доберемся. У нас все впереди, как говорится. Давай посмотрим. Везде показывают красивые картинки. Вроде правда, вот там тот, народ негодует. Там тиран, это самый Каддафи, там тиран Саддам Хусейн, там, ну, сплошные тираны. И вот, молодежь выходит в борьбе против тирании. За свободу. А потом смотришь, откуда-то эти парни из ИГИЛ появляются, режут кому-то, не они ли продукт, вот всех этих вещиц, всех этих благообразных картиночек. Вот о чем. Теперь, пожалуйста, вернемся на нашу почту. Прошу бы. Нет, так я говорю, то же самое, в основе всех этих протестов лежат вполне простые. Вот у нас что происходит? Вот опять эти манипуляции картинками, подспудными желаниями и так далее. Вот, давай так, берем наше типичное масс-медиа. Я хочу сказать... Что мы видим на этих экранах? Виктор, это же не 1913 год или 1913, когда мы, мало кто помнит, скажем так. Вот выборы, парламентские выборы 14-го года. День тишины. Так. Нельзя говорить самое. И вдруг, ненавязчиво, почти по всем каналам показывают ужасы ГУЛАГа. Понимаете? Причем... Ну, говорят, ничего... Нет, парадокс был в том, что многие из этих картинок были как раз ужины из немецких концлагерей. Ну, вот, видите, мы с вами помним это. Понимаете? И вот человек смотрит свободные выборы, никто не посягает, никто ему не говорит, не голосуй за... За кого он пойдет за социалистов. Но все видели лидеры партии социалистов и нынешний президент Игорь Николаевич и Зина Петровна встречи с российским президентом на билбордах. Все это. И вдруг показывают ужасы ГУЛАГа. Кто виноват, кто враг? Россия. Вот так ненавязчиво капают на мозги. И завтра человек приходит голосовать и он бросает бюллетень в урну. Что он помнит? То, что было сказано месяц назад или то, что он вчера видел? Якобы красногвардейцы расстреливают наших бедных предков. Нет, я добавлю еще, Володя. А что-то никто не показал. Все знают хорошо. В то же самое время берем режим Антонеску. Сотни тысяч убитых евреев. В цыган. Не шутки. Это страшно. Любят ли ребята о Холокосте вспоминать? Как-то не очень. Даже кто-то там, я не помню, из наших новообращенных историков заявлял, что Антонеску к этим зверствам не имеет никакого отношения. Красиво. То есть получается, что историей манипулируют. Казалось бы, это не имеет отношения непосредственно. Виктор, вы меня извините. Я почему тебе говорю, ты экономист, и ты лучше всех знаешь. Я политэконом. Еще хуже. Политэконом это еще хуже в том плане, что тема политика, экономика тебя касается. И именно поэтому я тебя и попросил объяснить людям, смотрите, Виктор. Что происходит? Когда я слышу, что история это самая объективная наука, я говорю, чушь собачья. История, как ход событий, он объективен. А история, как наука, она пишется людьми. А люди, они всегда находятся в какой-то оси координат. В какой-то политической организации, общественной, идеологической. У них есть догмы. И это нормально. Человек не способен, все люди не способны одинаково адекватно оценивать ситуацию. И вот один пишет, и он пишет, как он это видит. Понимаете? Или как видят те, на службу, кому он пошел. Да, все правильно. Ведь это же работа, вот этот труд, который называется учебник истории, он утверждается кем-то. Оплачивается? Он может не утверждаться. Оплачивается? Да, естественно. Поэтому история, она... Как наука. Как наука, она по определению субъективна. Она это выражает интерес, не интерес, взгляды авторов. Понимаете? Это очень сложно. Поэтому, когда вот мы идем вот сейчас к запрету вот этих программ телевидения, я всегда сам так делаю и советую людям. Для того, чтобы вынести правильное осуждение, нужно смотреть все. Все. Не что-то одно, а все. Нужно смотреть и наши, и молдавские, и каналы социалистов, и демократов, и российские, и американские, и румынские, и европейские, и интер, и украинские. И научиться сопоставлять. Конечно, конечно, преобладание одного взгляда, чревато, оно не чревато, оно 100% приведет. Наш хороший товарищ, Валерий Демидецкий, он был какой-то период на Украине, смотрел эти передачи, естественно, и через неделю сказал, говорит, Володя, ты представляешь, был бы автомат, я тут же пошел бы стрелять. То есть такая обработка, то есть однобокий взгляд, это всегда, всегда, без вариантов приводит к неправильным выводам. Поэтому нужно смотреть все. И не только выводам, настроением, большого опасения. И действием. И действием. Конечно, конечно. Поэтому, пусть будет больше, пусть будут самые противоречивые, пусть кто-то будет очень яростно свою идею продвигать. Пусть надо верить народу, народ сделает правильный вывод. При одном условии, если ему это будут давать. А если будут вот так через фильтры, вот такое получается. Все правильно. Поэтому нужно наоборот воспитывать, растить, смотрите все, культивировать такое отношение, давайте мы будем обсуждать, где вот точки зрения, все, вот что происходит у Соловьева на этих вечерах ему, которые вечера становятся ночью, сейчас они, сейчас ночью уже показывают, чуть ли не каждый день, там и представители украинского экспертного сообщества, и американцы, и все, и этот Грег, и прочее, прочее, которые явно проамериканисты, они граждане США, и тем не менее, обсуждаются, люди видят и делают сами выводы, их никто не оскорбляет, им не затыкают рот, они говорят, они обсуждают, почему у нас такого не делают, кто-то сторонник пророссийской риторики, кто-то проевропейский, про румынский, давайте, у нас они в кулуарах сами сидят и друг с другом говорят, какие мы хорошие. А на платных студиях они курлычат все так, как надо, я вот что хочу сказать, меня иногда, да и не иногда, довольно часто обвиняют, говорят, Виктор Иванович, вот у вас там позиция, но вы вот как-то свою точку зрения не высказываете, почему вы там круто не осуждаете одних и не хвалите других. Я говорю, ребята, мой жизненный опыт научил меня одному, никогда не ориентируйся только на одну точку зрения, всегда учись смотреть с разных сторон. Один человек склонен к этому, другой к этому, и только сопоставляете точки зрения, вы сможете сами сделать вывод. А если я буду агитировать, у меня тоже есть свои предпочтения и политические, и другие, и этические, я тоже мог бы сейчас с экрана поливать, геройствовать, шашки вытеркина, никогда не дождетесь этого, потому что мой опыт исследователя, опыт человека, который прошел определенный жизненный, он меня учит одному, всегда надо сопоставлять различные мнения, различные точки зрения, и никогда не торопиться кого-то шельмовать, обливать грязью, а кого-то наоборот молиться, потому что это все эфемерно, это все временно. Опять же, упомянутый мною Ленин говорил, что государство сельно сознательностью масс, когда люди спокойно и свободно могут обсуждать любую проблему, и у них для этого есть информация. Мы помним из фильмов, из романов, как люди, которые были воспитаны, вот скажем так, в той сталинской России, вот таким-то тук-тук-тук-тук-тук, и вот они сталкиваются с другой информацией, которую раньше не видели, у них происходит кризис в голове, они теряются, все, и его бери, поэтому, а если бы он бы знал, если бы он бы сознательно, и тогда бери его головной руками, все, он потерян, это вчерашний заклинелый такой сталинист, все нормально, и вдруг другая информация, его выбивает, потому что он разумный, его это выбило из колеи, и все, и тут его бери, тепленьким, понимаете, а если бы он владел бы этой информацией, и идеологически, его и ее, эту информацию, переработал, иммунитет, конечно, как мы дружно, все правильно, не сговариваясь, произнесли одно и то же слово, иммунитет, поэтому, не закрывая иную точку зрения, не закрывая иное видение ситуации, не огораживая, да, а основное, то, что Совет Европы рекомендует, бороться с пропагандой нужно не запретительными мерами, а контрпропагандой, давайте, критикуйте, обсуждайте, а тут получается, давайте, ребята, контрпропаганда, русские каналы, повырубаем, ну, все правильно, как красиво, ну, это, знаете, известная фраза, лучшее средство от головной боли, это гильотина, вот, очень красиво все говорят, о плюрализме мнений, очень красиво толерантности, в общем, все это очень красиво звучит, а потом говорят, а вот русские каналы, ребята, вы там повырубайте, потому что они несут неправильную информацию, нет, Виктор, тут такой вопрос, то, что мы сейчас, я этих ребят все правильно, союза дипломатов, в Китае насмотрелся, в огромной, и китайцы мне к ним привели иммунитет, я говорю, товарищи китайцы, вот вас часто обвиняют, там, в одном, другом, третьем, антидемократичными, они мне говорят, господин посол, мы не европейцы, это вы европейцы, это ваша Молдова в центре Европы находится, неужели вы за эти многие годы не поняли, что чиновники из Брюсселя ведут двойную игру со двойными стандартами, и вот все эти заявления, декларации, подписания, все заканчиваются только одним, Россия зло, все, кто ей сочувствует, чуть ли не там предателей европейских идеалов, идет постоянная вот эта, не просто русофобия, а демонизация целой страны, а ведь мы все вышли из бывшего Советского Союза, мы все родом оттуда, у нас и общая традиция, общая история, общая культура, общая вера, много общего, и нас от этого просто хотят отсечь, вот что получается, именно об этом мне в далеком Китае говорили далекие китайцы. Ну, все правильно, это не выдумано сейчас, это столетия назад, помним, как выходцы из Европы в Америке обеспечили себе то, что потом называется США, как они боролись с коренным населением, они убивали в них, в этих людях, их естество, они прививали им, это колонизация, они убивали веру их, отбивали веру их предков, в своей культурной среде, в свой менталитет. Да, и все, и бери тепленькими, но опять же, человечество, оно развивается, идет вперед, и были такие методы, колониализм, потом стал неоколониализм, когда тебя никто не убивает, когда никакие пушки и танки не стреляют, а когда вступают, доллар, когда идут долги, кредиты, навязываются, и человек, знаменитая фраза, хорошо зафиксированный больной, в анестезии не нуждается, и делай с ним, что хочешь, он не крикнет, он не будет возмущаться, он наш, он завязан, он зафиксирован, очень хорошо, вы понимаете, так проще поступить с элитой, с народом сложнее, ну а для чего элиту-то зафиксировали, вот и работай с этим народом, вот она и пытается делать, как, ведь то, что вы сказали про европейские какие-то видения, я с вами абсолютно согласен, секундочку, секундочку, но эти декларации, которые я приводил, и не только я, и Богдан Цирдя, вот в части, когда обсуждалась в парламенте, это инициатива по российским каналам, значит, это было сказано не по российским каналам, оно было сказано в защиту своих, то же самое, что вы говорили, толерантность и так далее, то есть в защиту себя европейцев, и они говорили, с нами не надо так, нужно с пропагандой бороться, контрпропагандой, они для своих целей, мы же взяли то, что они говорили несколько лет назад, не нам, и мы это используем, а им это сейчас не нравится, потому что, потому что мы-то используем для защиты, их же орудия, да, их же, оно было сказано, повторяю, не нам, а в защиту себя и своих правил, мы хотим применить у нас то, что они говорят, а нельзя, вот она права, понимаете, лицедеи, помните такие, ну что, Владимир, большое спасибо, передача наша подходит к концу, я хочу тебя благодарить, что именно, вот ты хорошо подчеркнул, что ты прежде всего политэконом, а политэкономия, это и есть вот то самое сочетание политики и экономики, от которого никому никуда не деться, и как только одна сторона начинает преобладать над другой, значит, жди беды, это признак того, что что-то неладно в Королевстве, датском и окружающем его пространстве. Большое спасибо. Спасибо. С нами был Владимир Головатюк, у нас состоялась довольно такая оживленная дискуссия, и я хочу сказать, что сама тема, которую мы затронули, она и породила вот этот накал страстей, потому что все эти вещи, которые касаются поведения человека, будь это экономическое поведение, политическое, бытовое, это все неизбежно отражается на нашем будущем, это все неизбежно отражается на том, как мы живем и как мы собираемся жить. Поэтому самое страшное и самое опасное заключается в том, когда человек отказывается от своих прав, от своих прав на борьбу и говорит, да меня-то не касается, да мне это все надоело, да не пойду я ни на какие выборы, именно с этого момента он подписывает себе приговор, приговор не только себе, но и своим детям, и своим внукам. Поэтому всегда помните, что наше спасение, спасение человека, спасение любого государства, любого общества находится в собственных руках. Как говорил Юлиус Фучик, говорит люди, я любил вас, будьте бдительны. Спасибо за внимание. С вами были Виктор Большевич и Владимир Головатюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok